Добрый день, дорогие друзья! Охотная Герочка у нас в гостях Федор Наумов и Владислав Пантелеев, управляющие партнеры PFL Advisors. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы такие гости как бы нестандартные, у нас обычно приходят трейдеры, поэтому немножко попробуем сегодня уйти в сторону, может рассказать людям о том, чем будет интересно. Давайте тогда, как я понял, вы партнеры, да, компания принадлежит вам двоим? Да, нам двоим. И больше совладельцев нет? Ну, партнерство подразумевает, что они могут появиться, по мере появления новых партнеров, но на сегодня, да. Чем вы занимаетесь? В любом порядке, кто, в принципе, хочет, кто-то отвечает на вопрос. Да, хорошо, отвечу. То есть мы занимаемся работой с серьезными, богатыми клиентами, то есть наши клиенты – это те люди, у которых активы от миллиарда долларов. Мы занимаемся тем, что вот у них есть огромное количество проектов, да, понятное дело, когда у тебя миллиард активов, то у тебя как минимум там десяток проектов потенциальных, текущих. У нас не так много людей с активами в миллиарды долларов. Ну, мало на самом деле, больше ста человек. Ну, я 5-7 знаю, то есть они как бы, у них свои команды обычно. Это как раз и есть определенная особенность в этом деле, потому что обычно свои команды, ну, family offices, например, да, обычно есть несколько стадий работы с проектом. Есть стадия предварительного исследования, понимания, полетит это в принципе и не полетит, стадия более глубокого погружения, стадия экзекьюшена и дальше стадия управления, да. Соответственно, экзекьюшен, как правило, завязан на самих больших людей или на каких-то их совсем близких людей, управление активами как раз на family office, да. А вот эта стадия первичного или даже более глубокого исследования, она, как правило, ну, никем не занята, и она может аутсорситься или может исполняться внутри. Соответственно, вот мы в этой стадии как бы и находимся. То есть, если я вас правильно понял, например, обеспеченный человек, не будем там называть его миллиардером, обеспеченный человек, который хочет зайти в какой-либо из проектов, первичный обращается к вам, и вы для него делаете какие-то первичные исследования. Именно так, да. Именно первичные исследования. Именно первичные исследования. Понятно, и он там оплатил какие-то консультационные услуги. Ну, то, что в Америке очень принято, и компаний таких, в принципе, очень много, вы здесь пытаетесь занять свою нишу. Ну, вы достаточно молодые, насколько опыт вам позволяет это делать? Ну, тут есть нюанс, на самом деле. Да, тут есть нюанс, у нас на это есть очень хороший ответ, то есть... Не-не, это не имеется в виду, как бы в моей ситуации, наоборот, молодость это плюс, это не порог. Да-да-да, ну, благодаря своей молодости, может быть, у нас есть гибкость ума, но наш опыт, да, вот жизненный опыт, это, он может исчисляться десятками тысяч лет. Как мы это объясняем, это следующим образом, то есть мы известны... У нас даже режиссер, когда он услышал опыт, исчисляется десятками тысяч лет, у него вон волосы поднялись. Серьезно, посмотрите, я не обманываю. У меня они были до этого подняты. Часто он слышит подобное. Так вот, PFL известен тем, что мы проводим каждый год Олимпиаду, уже пять лет, для талантливых ребят, тех, кто интересуется финансами. Финансами и бизнесом, может быть, правильно сказать. И каждый год эта база обновляется, и каждый год туда добавляется по нескольку тысяч человек. И если говорить о том, что каждый из этих человек владеет каким-то опытом своим уникальным... Ну, минимальный, я понял, минимальный. Да, допустим, каждый из них хотя бы год занимался чем-то уникальным, то если сложить нашу базу сейчас уже в 30 тысяч человек, то это на самом деле... Одно маленькое но, это же, в принципе, база, это чужие люди, вы же не со всеми сотрудничаете. Да, но так получилось, что мы, формируя эту базу, мы постараемся дружеский контакт со всеми установить и формируем такие отношения между всеми, что все, в принципе, ньюши не бенефицируют. То есть, у вас получается по-простому, насколько я понимаю, такой очень умный аутсорсинг, то есть, если вы что-то не понимаете в какой-то части, вы обращаетесь к этим ребятам, которые у вас есть в базе, которые адекватны, например, кто-то в компьютерной среде, кто-то в этой... Да-да-да, именно так. И, кроме того, мы помогаем нашей базе постоянно, так как у нас достаточно много контактов в финансовой сфере, мы помогаем и найти работу, мы помогаем и сами какую-то информацию предоставляем, высылаем ресерч. Вот Федор это очень любит, он каждый день кому-то что-то шлет. Ну, то есть, это такое... Ну, это дитя 21 века. У меня сейчас тоже друзья, когда начинают, говорят, ты мне имейл, пошли, и меня все убивает сразу это. Я не дитя 21 века, и мне легче позвонить по телефону, что-то там рассказать. Ну, и позвонить же тоже можно, в конце концов, никто не запрещает. Тут есть, на самом деле, много нюансов. Во-первых, мало того, что эта база очень большая, она еще и продолжительная во времени. То есть, люди, пришедшие в эту базу 5 лет назад, наши ровесники, они растут вместе с нами. Соответственно, поэтому и эта база взрослеет и становится из года в год все опытнее, несмотря на то, что в нее приходят постоянно новые, молодые, талантливые ребята. Второй здесь большой нюанс, на самом деле, в том, что еще есть большой ноу-хау в том, как научиться с людьми правильно работать. Раз, чтобы им это было полезно и интересно. Например, расскажи поглубже. Сейчас расскажу. И вторая история, как научиться находить правильного человека в огромном количестве людей в этой базе имеющихся, который ответит на тот вопрос, который вы ему задаете. Я могу просто несколько таких кейсов рассказать. У нас сколько угодно, у нас времени более чем достаточно. Какой-то момент мы искали на два разных совершенно проекта, которые одновременно вели. Нам нужен был человек, который разбирается в банковском скоринге, нужен был человек, который умеет и знает, как строятся широкополосные сети доступа в интернет. И мы, притом эти проекты были не связаны между собой, их разные люди попросили нас сделать, и там была разная степень нашей ответственности. И мы искали двух экспертов на две позиции и нашли человека, который покрывает, который долгое время работал, соответственно, в институте исследующем оптику и сейчас работает в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний, которые, соответственно, прокладывают эти оптические сети. Он даже в крупнейшие. Да, в крупнейшие на самом деле на сегодня, да. А во-вторых, совершенно случайно оказалось, что он еще был одним из, был членом команды, который в одном из крупнейших, как раз даже уже в крупнейшем банке в рознице, ну, помимо Сбера, создававшем там систему скоринга. То есть такое вот попадание, один человек покрыл первичное знание сразу в двух проектах. Есть еще другой у нас пример отличный. Мы, поскольку, наверное, нужно будет такую вещь сказать, что современный мир вот этих самых, давайте их называть даже не миллиардерами, там, и не миллионерами, а магнатами, да, давайте так назовем их. Уже, на самом деле, по всем, по многу лет, и по многу лет они этим богатством обладают, так что уже даже не совсем новички, что ли, в этом деле, да, список Форбс. А сейчас Форбс-то не пополняется практически, да. Не пополняется молодыми людьми, там реально все люди уже в таком премпенсионном, скажем, возрасте, да. И у них тоже меняется, что называется, мир восприятия, им уже не хочется, они уже, ресурсы уже все более-менее, там, традиционные, да, нефть, газ, они поделены, да. Соответственно, большие рынки сбыта, где можно сыграть на том, что у нас 141-142 миллиона, тоже поделены, да. И начинается попытка найти что-то в технологиях, даже не только в интернете, да, и в этом смысле, там, не сервис сделать какой-нибудь и коммерсный, да, или что-то в этом духе. Потому что это даже уже стало некой шуткой, распространено даже, знаете, есть Питер Тиль, да, который инвестор в Facebook, он на странице своего фонда, в какой-то момент, может, сейчас это еще висит, он написал следующий тезис, что мы-то мечтали о том, что появятся летающие в небо автомобили, да, а мы тут переписываемся со 140 символами, там, намекая на Twitter, да. Ну, как-то прогресс остановился, что ли, да. И вот, как ни странно, как ни странно, эти люди очень любят посмотреть на хитрые технологические истории, которые что-то серьезно меняют в устоявшихся классических индустриях. Нет, ну, если последних, например, топ-5 взять, начиная с Алишера Усманова и заканчивая, там, учредителями Mail.ru и всем остальными, то все очень большие деньги как раз-то заработали, вкладывая, там, покупая 5-7 процентов и вкладывая копейки, и получили выхлоп очень серьезный, миллиарды долларов. Да, но, тем не менее, это все-таки не циновная их история, да, в случае с того же Усманова, там, мегафон и металл-инвеск, куда более значимые вещи для него, да. Соответственно, и тут появляется необходимость как раз разобраться хорошо в том, как эти технологии устроены, да, в том, как их можно применять. И здесь нужно искать очень специальных ребят, очень специальные таланты, которые могут эту тему разложить по полочкам. У нас есть человек в команде, которым мы очень гордимся, победитель неоднократной всероссийских олимпиад, в том числе совершенно фантастической олимпиады по криптографии, ФСБшной. Вот, соответственно, вот такой человек может разложить вам технологию, имеющую специальные образования в этой сфере. Как оплачиваются ваши услуги? Тут есть свой нюанс, я думаю, что Влад про него лучше, чем я, расскажет, как это устроено. Да, мы оплачиваем наши услуги следующим образом, то есть мы за долгосрочное сотрудничество с клиентом, то есть мы работаем не за один проект, не за два проекта, не подключаемся к каким-то отдельным проектам, да, то есть мы стараемся установить долгосрочные отношения, понимать глубоко те сферы, в которых занимается наш клиент, и занимаемся вот именно на долгосрочной основе, то есть ежегодно, два года, три года. Это я понял, например, как складывается комиссионная или консультационная фи или еще что-то, то, что вам оплатят. Просто мы заранее устанавливаем объем работы приблизительно, да, в начале срока договариваемся. Ну, может быть, объем работы может быть только по проекту, например, там объем проекта такой-то, такой-то, объем работы такой-то, количество денег такой-то, такой-то. Ты же не знаешь, что он говорит, там, мы через два года, через три будем продолжать сотрудничать вместе, но ты же не знаешь, какой он тебе проект даст, может, ты там возьмешь с него 10% от того, что ты должен взять, а человек на тебя повесит. А вопрос, вот как у ассет-менеджера вознаграждение устанавливается? У ассет-менеджера только от суммы? Да, но вот и здесь точно такая же история. Ну, здесь немножко, здесь же нету, я просто хочу для себя понять, здесь не вопрос, чтобы кого-то в чем-то разоблачать, здесь вопрос тот, что я хочу просто понять, как складывается цифра. То есть, например, там, понятно, если, например, там, проект составляет, там, 10 миллионов или 20 миллионов долларов, вы берете определенный процент, то есть приблизительно вы занимаете... Нет, от активов человека, то есть, соответственно, вот он обладает... То есть, если у него миллиард, то вы претендуете на определенный процент этого актива. Да, правильно, так, на самом деле, все компании, похожие на наши, работают из-за рубежа, то есть, компании, которые ведут клиента ежегодно, это family offices, да, и... Да, потому что там же практически компании, которые практически делают все, но мы об этом поговорим. Дорогие друзья, у нас в гостях Федор Наумов и Владислав Пантелеев, управляющие партнеры PFL Advisor, с очень интересным бизнесом, ребят, после перерыва на новости мы продолжим дальше наше общение. Добрый день еще раз, охотная Герчика, гости, талантливые ребята, которые сами в себя инвестируют, Федор Наумов и Владислав Пантелеев, управляющие партнеры компании PFL Advisor, еще раз добрый день. Здравствуйте. Бизнес, как бы, для меня совсем незнакомый, поэтому вопросов буду стараться задавать много. В принципе, я так понял, что конкурентов вас мало, потому что там за эти пять лет вы далеко ушли. Это правильная, правильная история. Почему, как бы, на самом деле, про конкуренцию, в принципе, ну это всегда странный разговор, да, когда с кем-то, кто бизнес делает, начинаете разговаривать про конкуренцию, нормальный человек вам всегда ответит, что, ну, у меня свой рынок, своя ниша, свое мирное восприятие. Нет, наоборот, ты знаешь, я всегда за конкуренцию, потому что я считаю, что это очень хорошо, когда у тебя очень много конкурентов. Это значит, что ты правильным чем-то занимаешься, да, это точно. Ну и здесь как бы можно просто попытаться это порезать на кусочки и посмотреть на разные уровни, да, соответственно, конкуренция вот в части того, чтобы привлечь талантливых ребят, да, но здесь у нас абсолютное ноу-хау. То есть мы этим занимаемся 5 лет, мы видим, как другие там какие-то консалтинговые, инвестиционные банки ходят к людям, кого они ищут, мы понимаем, что за тип человека им нужен, мы знаем, что за человек нужен нам. То есть у вас, в принципе, получается все вместе и поиск талантливых кадров, и, допустим, там какое-то моделирование бизнеса, то есть вы занимаете именно нишу, когда людям нужна помощь, вы можете и с точки зрения кадр предложить, и с точки зрения аутсорсинга. Да, главное, чтобы путаница не возникла, кадры мы никому не продаем. Нет, я имею в виду, что вы находите кадров под проект себе. Под проект себе. Естественно, эти люди работают у вас, просто вы их для себя находите под конкретное задание. Вам, например, пришли и сказали, давайте будем там ворота красить, и вы находите человека в свою команду, не аутсорсинг, который работает с вами. Если это нужно в большом объеме, да, то есть мы в core team берем людей только тогда, когда он, этот человек нужен постоянно, а если он не нужен постоянно, например, экспертиза нам нужна была по металлу из редкоземельных металлов, мы тогда просто делаем запрос в нашу экспертную сеть и находим человека, который обладает этими знаниями. А как вы начинали? С чего вообще вы начинали? Как, когда и как получилось, что... Долгая история. Бизнес, на самом деле, у нас время есть, просто бизнес, на самом деле, очень интересный. Я никогда даже... Я знаю, в принципе, чем вы занимаетесь, но я не сталкивался конкретно. История долгая, но, не знаю, просто мы... Многие очень люди, даже которые нас давно знают, там, года по три, по четыре, думают, что почему-то мы, наверное, учились вместе, там, в школе или, там, с первого курса. Я как раз вообще об этом не думал. Правда, такое есть какое-то мировосприятие, даже у людей в нашей команде. Я это недавно узнал, что все думают, что, на самом деле, мы учились с Владом... Ну, ничего в этом плохого нету, может, от этого, как бы, ваше сотрудничество сильнее будет. В университете. На самом деле, познакомиться уже после окончания, что называется, когда уже, там, по несколько лет проработали в... В Влад Версона банке, я в эссет-менеджменте, потом Влад тоже работал в эссет-менеджменте, но при этом мы вместе развивали историю, которую начали как раз в конце восьмого года. Мы сделали тогда первую Олимпиаду, ну, просто как абсолютно социальный проект и желание так встряхнуть вот этот студенческий мир, который там прилично... Ну, там, на самом деле, застой, да, был на тот момент, сейчас... Там не просто даже застой, меня недавно приглашали, я вот с ребятами занимался. Это, на самом деле, это 18-й век, где люди с высшего учебного заведения, с хорошим образованием не могут элементарный бизнес-план сделать на одну страничку, а просто не могут. Ну, такое тоже есть. Вот, соответственно, мы... Желание было встряхнуть этот мир, и встряхнув, нам, что называется, понравилось. Мы стали делать из года в год, и вот, наверное, год три назад нам эта идея в голову, собственно, и пришла, и мы стали ее развивать. Ну, и, соответственно, где-то почти уже больше, чем полгода, мы вот только этим и занимаемся, это и есть наша основная идея. То есть вы, по сути дела, только начали? По сути дела, да, только начали, только мы к этому шли через... Ну, понятно, у вас есть теперь уже какая-то база, есть какие-то клиенты, и вы потихонечку уже сейчас там надуваете паруса для того, чтобы идти вперед. Так и есть. Самые большие проблемы, которые у вас есть? Самые большие? Ну, я имею в виду трудности именно по ходу движения, да. Не имеется, я не имею в виду материальные или какие-то, я имею в виду, вот, вы развиваете бизнес, бизнес на самом деле очень тяжелый, потому что я сам управляю деньгами, в принципе, есть довольно-таки крупные клиенты, да, есть несколько человек с Forbes, на самом деле, и это очень тяжелые клиенты, очень с ними, просто неимоверно тяжело, они просто кишечник вытаскивают, как с ними работаешь. Иногда клиентам в миллион долларов с ним гораздо проще, легче работать, чем человек, который тебе дает там 10-15, то есть совсем другой класс людей. У нас мало кто с ним знаком, потому что, знаете, когда люди пишут там на всяких порталах, у меня там инвестор, 3 миллиона рублей, когда у тебя инвестор 10-15 миллионов, то это... Ну, вот, с точки зрения профессиональной работы, да, то есть мы, кстати, забыли сказать, что у нас еще среди клиентов есть крупные корпорации государственные, вот с точки зрения клиентов наших, да, наша работа, я считаю, практически идеальна, потому что реально они нигде, наши клиенты не могут получить тех компетенций, того уникального опыта из нашей экспертной сети, от наших ребят, и той там глубины проработки вопросов, это они сами признают, как бы открыто говорим, что нигде они такого не находились, такой скоростью выполнения проектов, и так далее, и так далее. Проблемы мы видим только в организационном плане, потому что часто наши ребята сидят до 12, до 2, иногда мы сидели до 5 утра, делая там проекты в сфере телекоммуникаций. Такое тоже было. Да, до 5 утра, и иногда не один день подряд, и, конечно, это сказывается на личной жизни, да, вот на... Ну, один большой плюс, вы пока молодые, ничего страшного, если личной жизни не будет. Да, но с другой стороны, это всегда нужно держать в голове, и заглядывая вперед, нужно думать о людях, но вот сейчас хотим как можно больше внимания уделить именно организации, чтобы люди сидели удобоваримое время, не тратили свое здоровье излишне, хорошо зарабатывали, и все были счастливы. Потому что их стоимость, да, как бы это жестко не звучало, она не в том, что человек может просидеть там 24 часа, не поднимать. Да, здесь еще другая проблема, если, в принципе, количество умов в стране, оно очень узкое, и если вы этому человеку просто не предоставите это поле деятельности и достойную зарплату, хотя, в принципе, очень многие из них, это люди, дети науки, их так называют, и для них очень многих абсолютно безразлично, у него там 40 или 50 тысяч рублей, людей, самое главное, таких людей нельзя обижать, они очень хорошие на самом деле, очень мало кто понимает, что такого человека просто надо ценить, и лучше его сразу держать возле себя, потому что страна, допустим, в которой мы живем и работаем с вами, да, там, это не самая чистоплотная на руку страна, хотя во всех странах кадры воруют, тем более вид деятельности, как я понял, у вас он интеллектуальный. Именно так, то есть мы даже говорим о том, что интеллектуальный потенциал человека и возможность в различных областях быть, получить, знать, да, в различных областях, это вот наша сила, то есть вот именно интеллектуальный потенциал. Это и есть главный наш актив, да, который... То есть вот как сравнивать, да, две машины, одна там битурбо-двигатель, там, Mercedes, AMG, а другая там, Жигули, вроде двигатели одинаковые, но одна компания, Mercedes, занимается постоянно, затачивает этот двигатель, там все маленькие частички, да, этого двигателя собирает, шлифует, да, вот мы этим и занимаемся, то есть мы делаем так, что наши ребята становятся все умнее, и наша экспертная сеть становится все умнее, и все шире, и все больше знаний из нее можно получить. А не боитесь, что, в принципе, это, допустим, та же сеть может попасть кому-то в руки? Ну, сеть-то, что называется... Я понимаю, это база данных. Это вещь такая, как бы, которая, ну, понятно, что ее нужно охранять, да, а за людей, если, например, кто-то людей сманит к себе, да, мы абсолютно не боимся, это не противоречит тому, что мы делаем. То есть человек может работать где-то в другом месте? Если он как фриленсер, и вы знаете, кто он такой, может оказать какие-то услуги за энную сумму денег, то это делается. Да, но мы очень часто стараемся как раз, чтобы люди, которые с нами дружат, чтобы они... Вам легче, естественно, вам легче пристроить человека какого-то в какую-то фирму, чем держать его на расстоянии, и так он зарабатывает какие-то деньги, он, в принципе, не такой сильно голодный и может делать вашу работу. Ну, даже, можно так сказать, что совсем не голодный. Потому что люди очень, 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 как бы за них реально цепляются. То есть бывает, что это отчасти даже иногда бывает, что и нам идет во вред, потому что бывает, что человек реально погружен в свою работу, и вот в этом месяце мы не можем его выдернуть, да. Но на это и есть база людей, что всегда есть возможность выбрать даже на одной узкой теме, как бы, нескольких людей, у которого, у какого-то из них, там, может быть, отпуск как раз, или у человека, там, посвободнее на работе, и у него есть желание, соответственно, знанием поделиться и заработать дополнительные деньги. Я так понял, что, в принципе, ваша цель в дальнейшем, когда у вас будут там приличные деньги, вы бы хотели все это построить, структуру, которая будет, допустим, где-то сидеть в одном месте, а-ля Google, и вы можете, в принципе, там, да, работать над кучей проектов и просто иметь определенные департаменты, создавать, где каждый департамент будет заниматься своей работой, и тогда, как бы, когда у вас будет имя, вам не нужно будет набирать сторонних сотрудников. Ну, дело в том, что мы уже сидим в одном месте, вот именно наш core team, да, вот мы сидим в соседнем большом здании, здесь, на Павелевской, и сейчас мы, все-таки это наша модель, да, вот этот core team и ряд экспертов, которых мы можем привлекать к работе. Причем мы, core team, эти эксперты, это фактически одна большая семья, да, это друзья, которые, да, они переходят в разные компании, поэтому мы не боимся и поощряем то, что кто-то находит хорошую работу, но у нас все равно люди получают уникальный опыт, которые они нигде не найдут, потому что мы работаем с такими, там, интересными большими проектами, которые часто не бывают у McKinsey и BCG. Вот и ответ. Да, ну, в принципе, там просто сугубо из-за имени идут, я не считаю этих компаний там суперпрофессионалами, вообще топ-5, они уже столько раз обгадились, при том в таких самых смешных ситуациях, поэтому мне кажется, что люди просто потихоньку, только из-за того, что в России просто очень модно, когда заде тебя стоит какое-то просто имя, а люди другого пока не знают, это как Marlboro или там русский стиль, сигареты. Ну, вот тут, кстати, есть нюанс, есть нюанс и в том, как вот мы с людьми хотим работать, с Google сравнение, это очень правильное сравнение, потому что Google же не старается, он дает информацию, что вот здесь можно найти вот это, он же не старается вот эту информацию скачать к себе, там, на сервер и пускать вас по паролю, да, вот здесь такая же идея, это не значит, что если у человека есть знания, не значит, что его нужно посадить нами в один офис и оградить его забором, чтобы его никто не переманил, как раз в этом нет нашей цели, мы всегда можем к человеку обратиться, потому что у нас с ним хорошее отношение, он знает, что мы ему поможем, если ему будет нужно, и он нам поможет. Ну, образно, в данной ситуации вы там себя чувствуете, как там королева сорсинга, то есть у вас есть просто доступ к ребятам, и в любое время, когда есть какой-то интересный проект, вы можете к ним обратиться, по-простому. Да, они, наши ребята чувствуют себя королями своих компетенций. Да, понятно, то есть вы человеку как бы даете понять, что он компетенций в своей сфере, и когда надо к нему обратиться, он обратится, он работает в своей, например, компании, делает свою работу. Да, и может уделить нам, допустим, один-два дня своего времени, чтобы рассказать нашему core team о какой-то своей компетенции. Это, на самом деле, позволяет сильно сэкономить время на разработку любого проекта. То есть вот сейчас, опять же, возвращаясь к примеру, с редким земельным металом. Давайте перенесем на третий. Дорогие друзья, у нас в гостях Федор Нумов, Владислав Пантеле, управляющий партнеры PFL Advisors. После перерыва на новости мы продолжим. Еще раз добрый день. Федор Нумов, Владислав Пантеле, управляющий партнеры PFL Advisors. Владик, продолжай. Да, так вот возвращаясь к примеру, с редким земельным металом, нужно было найти человека, который разбирается в редкоземельном металле, которого добывают пока от порядка двух до 50 тонн в год, то есть совсем мизерное количество, а в перспективе будут добывать гораздо больше, то есть существенно в десятки раз больше. Ну вот мы этого человека нашли, один раз с ним проконсультировались, и составили огромный ресерч, на основе той информации, которую он предоставил. То есть он вам дает такие называемые квизы, а все остальное вы садитесь и делаете. Да, человек это непростой, человек, который работает советником крупнейшей компании, которая потребляет этот металл, является основным потребителем, для того, чтобы добавлять сплав и прочную конструкцию. Вот в авиационном строении. Вот такая история. Вот у вас на страничке несколько вещей написано, написано, о чем-то мы уже поговорили, это исследование рынка. То есть к вам обращается исследование рынка в той или иной степени, потребление и все остальное. Есть у вас такая графа управления активами? Давайте я еще расскажу, чтобы дополнительно до этого говорили. На самом деле тут есть несколько нюансов. Первый нюанс, мы когда начали сравниваться с большими консалтерами и так далее, у нас с ними немножко разные задачи. Нас не нанимают, когда нужно поставить штамп, что вот, мол, это проанализировано тем, чтобы поддержку со временем. Но тут конкретное физическое задание, естественно, я понял. Поэтому здесь есть своя особенность. Потом, что касается основной команды, ядра, то это люди еще с особым навыком, потому что в основном это люди все из эссет-менеджмента и инвестмент-бэнкинга. А чему учат эта индустрия? Прежде всего, умению из огромного количества информации... Выбрать нужную. Выбрать нужное, да, и ты только тогда успешный эссет-менеджер, когда ты умеешь это делать. И здесь это просто возведено, ну, в этой команде это абсолютно некий. То есть люди получают самую, что не на есть, первичную информацию, да, и знают, что из нее нужно взять, что из нее нужно клиенту. И здесь еще очень важна долгосрочность отношений с клиентом, потому что... О которой мы до этого говорили. Да, почему она важна? Потому что, ну вот, как бы там, если возвращаться к какой-то там теории финансов, да, классическая теория финансов говорит, что рынок эффективен, на нем ничего не за заработать. Но вот, тем не менее, есть такая тема, как M&A, и там якобы есть синергия, и вот синергия — это вот чистая стоимость, да. И здесь вот есть возможность, и опираясь на долгосрочные отношения и на понимание, что есть у твоего клиента в портфеле, да, как раз и мыслить синергиями, чтобы вот пришел проект, этот проект вот стыкуется с этим и с этим, и его нужно воспринимать не просто, как положил 10, получил 100 от проекта, да, положил 10, получил 100, и еще под 200 рублей там в других проектах нарисовалось стоимость за счет этого. Да, то есть вот здесь есть такой уровень восприятия. А что касается управления активом, здесь речь не идет о том, что мы берем X денег, да, по договору, по другому договору. Нет, я понял, я прочитал, приличное финансирование, мониторинг работы менеджмента, то есть, по сути дела, вы делаете точно так же под проект. У вас есть группа людей, которые зарабатывают где-то деньги, и вы образно под них, как third-party marketers, по-простому говорите, мы вот отмониторили этих там всем управляющих, три из них хорошие, мы нашли, мы сделали свою работу, мы проверили их риски. Тут даже менеджеры скорее имеются в виду, представьте, у вас портфель компаний, ну там, например, интернет-сектор, да, где-нибудь на Украине, и вы получаете от них раз в месяц там какой-нибудь отчет, в котором написано, что мы вот в этом месяце заработали столько выручки, столько там у нас была себестоимость, вот столько прибыли, дивиденды платить не будем, потому что инвестицию надо сделать. У вас family office, конечно, есть, но попробуйте их загрузить работой, чтобы они разобрались, как устроен этот рынок на Украине, не воруют ли эти менеджеры, не ошибаются ли они в своих прогнозах и так далее. Вот как раз эту работу, чтобы проверить, как с вами менеджеры корректны, и правду ли они говорят про рынок, или стараются свои интересы ставить, вот тут вот как раз наша роль и возникает. Наша задача понять, чем люди мыслят там на месте, какие реалии рынка, и как правильно с ними строить разговор, и от чего от них ждать, собственно, в смысле результата. Вы можете даже компанию, например, просто взять и вас попросят, у вас просто образно аудирование на своем собственном уровне. Ну да, это даже, ну аудирование, в смысле мы не будем смотреть, естественно, первичные документы. Я понимаю, да, они смотрят там фундаментал сильно углубляет, смотрите больше в другое, где могут обмануть и украсть. Как раз я бы даже вот сказал, что посмотреть, где могут обмануть и украсть, это скорее вот к первичной документации обратиться, да, мы не аудиторы, да. Это другие дела. Почему? Аудиторы смотрят в основном цифры, вы можете смотреть фундаментально, где могут украсть и как отжать могут. Хорошо, наверное, тоже это можно сюда добавить как история. Мы и макро тоже, конечно, воспринимаем, да, то, что там Украина, да, непростая страна, уж не говорим про Россию, Украина совсем не такая. Ну вот элементарно, у вас написано, например, стратегическое планирование, бизнес-планы, финансовые модели. Насколько у вас хватает опыта этим заниматься? Опыта, это определяется, понятно, нашим core team, то есть модели строят только core team. У нас есть ребята, которые проработали в инвестиционно-банковской деятельности не один год на уровне, там, ISO-ши этого, да, и выше, и они просто сумасшедшей скоростью это строят. Мы, опять же, если нам нужно разобраться, то есть что такое построить модель, разобраться в бизнесе. Если ты умеешь строить модели и умеешь быстро разобраться в бизнесе, умение это, по сути, привлечение наших баз данных, то есть мы привлекли эксперта, он рассказал, как работает история, дал вводные параметры нашему человеку, который умеет строить модели. И все, модель за один-два дня может быть уже лучше подготовлена, чем у... Ну, то есть люди нам сами говорят, что когда мы работали в инвестиционно-банках, да, у себя же, мы сталкивались с тем, что нужно самому сделать полный ресерч, самому где-то выдернуть факты, да, непонятно, можно на них опираться, нужно сделать кучу допущений и потом построить модель. А здесь получается, что ты, тебе человек, эксперт из базы, он тебе скажет допущения ключевые, как устроено, где какие связи, да, и дальше после этого твоя даже самая творческая сторона в том, чтобы эту информацию уметь переработать, чем построить саму модель, потому что модель это, в общем-то, техническая функция, да, мастерство использования в Excel. Важно тут уметь эту информацию синтезировать так, чтобы из нее можно было построить, собственно, модель. Почему тогда люди к вам идут? Молодые, не сильно опытные. Ну, во-первых, здесь есть драйв, очевидно, да, почему мы сами этим занимаемся, почему мы не остались. Я поэтому говорю, почему, например, люди к вам идут? Работать идут в команду. В команду именно. Нет, именно клиенты. Клиенты к нам идут, ну. А мы уже, в принципе, отвечали на вопрос, потому что мы можем сделать за единицу времени гораздо больше информации предоставить своему клиенту, это просто определить. Нет, здесь вопрос, нет, я не имею в виду информацию, я имею в виду то, что, в принципе, как бы ребята с улицы не очень известны, вопрос доверия, особенно когда вопросы касаются щепетильных, например, вещей. Почему люди, например, идут и там KPMG и все остальные, я небольшой сторонник. По одной простой причине, там информация остается между ними, они знают, что люди платят, ну, естественно, на любом уровне информация утекает, это естественно. Но тут, в принципе, как бы ребята с ниоткуда только-только начинают. Правильное, правильное слово, сказали доверие. Там, как может странно показаться, но честность имеет большое значение. Я согласен, я поэтому скажу, как человек, вот вы говорите. Тут, что называется, в силу рекомендаций. Вы же понимаете одну вещь, может, вы что-то не договариваете, я не знаю, поэтому вопрос один. Я просто знаю, что, например, люди, которые работают со мной, которые богатые люди, они попали ко мне только через других людей. Именно так и есть. Я это и хотел узнать. То есть, с улицы просто так, даже зная, что, допустим, у меня могут быть хорошие результаты, я хороший управляющий портфелем. Бесполезно. Крайне редко, если тебе придут, тебе там дадут 100 тысяч долларов, скажут, вот год таскай, а там через год посмотрим. А если вопрос идет о приличных деньгах, если там клиент заходит 5, 10, 15 миллионов долларов, то здесь вопрос только будет один, что... Вопрос, на самом деле, о первого, второго клиента, потому что все люди из... И друг друга знают. Да, друг друга знают, все эти люди, с которыми мы работаем, и корпорации, да, все они друг друга знают. И достаточно было найти одного клиента, а нашли мы его следующим образом. Один наш знакомый сказал, что вот есть ребята под конкретную задачу внутри проекта, который был у этого человека. И мы этот проект с сумасшедшей скоростью и в сумасшедшем качестве выполнили. Человек это увидел и нанял нас как компанию, которая может для него работать. Ну и потом... Да, вот и все, и пошло-пошло одно с другим. На самом деле, это действительно там удача, с одной стороны, а с другой стороны, это то, к чему мы шли несколько лет. Мы удобряли почву. Финальная цель ваша? Финальная цель, я думаю, что мы в какой-то момент, как это ни странно, победим все компании, которые занимаются схожей с нами деятельностью. Вы имеете в виду там те же KPMG? Да, даже не про них речь. Есть такое понятие эталон физики, да, вот есть эталон меры, да, вот эталон аналитики. Наша финальная цель в этом конкретном бизнесе и проекте. Да, понятно, но если вы хотите, чтобы по вас все равнялись. Да, абсолютно. То есть есть эталон, да, хорошая работа, и что это такое, какой должен быть отчет, и это... Как он должен быть устроен, как он должен отвечать на вопрос, да, что вот ту, как, не знаю, как условно, есть в дизайне, что вот так квадратик не рисуется, а так рисуется. Не, я понимаю, но ты понимаешь, что как бы это как сказать там, что там человек лучше, это приблизительно так же, это очень крутое, тяжело брать на свои плечи. А какой смысл еще этим заниматься? Ну, это миллион есть компаний, которые, ты же знаешь, там не номер один, не номер два, которые зарабатывают колоссальные деньги. Здесь вся история, как бы вот все это строительство экспертной базы, оно и закладывает желание масштабироваться. Потому что если бы был просто один клиент, мы бы были три человека, которые все про все знают, да, мы бы, конечно, и мыслили, так, ну вот есть у нас один клиент, мы хорошо с ним дружим, деньги зарабатываем, и замечательно, да. Здесь сама структура предполагает, что не масштабировать это просто не смысл. Либо вообще этим не заниматься, либо тогда целиться в большой рынок и в большой масштаб. Ну, понятно, помимо всего, я так понял, что как только вы будете иметь достаточно финансовой поддержки своей же собственной, и у вас достаточно все будет хорошо, вы будете так генерировать свои проекты. Обычно практически все компании так устроены, там те же KPMG, они зарабатывают основные деньги не на том, что они консультируют других. У них огромное количество проектов, они участвуют в большинство проектов своих денег, заходят партнерами, вот где самые большие деньги. Ну, не зря даже, как Bain Capital, по-моему, как раз из Bain Consulting появился, да, если я правильно помню. Они многие разделяют, да, то есть есть... Чем, черт не шутит, может, и так случится. Ну, то есть, ну, пока... Сейчас мы просто перед собой более конкретные цели, что называется, ставим. Да, у нас, на самом деле, есть уже несколько проектов в перспективе и уже готовы. То есть, вот, если посмотреть сайт PFLU, да, то это PFLU.ru, да, то это портал, который посвящен интернет-образованию. Он пока маленький проект, но он развивается, там уже 16 тысяч студентов, по-моему, на сегодняшний момент, если не больше. 16-785, по-моему. Да, то есть у нас... В смысле, что значит интернет-образование? Ну, интернет-образование... А вы имеете в виду, как и в Америке, просто там онлайн-университеты? История такая, на самом деле, мы... Это очень популярная сейчас сфера, она стала популярной, ну, наверное, как ни странно, это чистое совпадение, но вот мы стали этим заниматься реально в восьмом году, и где-то в году в десятом мы стали читать в интернете, как-то оторвавшись от полей, да, что вообще происходит. И наткнулись, что вот как раз вот в это же время эта сфера стала очень сильно бурлить в Соединенных Штатах. Стало появляться огромное количество образовательных профессий с совершенно разными бизнес-моделями. Кто-то банально приходит к вам и говорит, я вас научу по интернету, платите мне денежку, да. Кто-то к вам приходит и говорит, приходите ко мне учиться, я про вас насобираю данные, данные потом кому-нибудь продам, да. Кто-то говорит, вот вам нужно задать ЕГЭ, приходите ко мне, тренируйтесь там, или джимат, и все что угодно, да. Бизнес-моделей существует бесчетное множество. Вот как раз мы эти бизнес-модели, многих из них попробовали делать, какие-то зашевелились, полетели. И вот, соответственно, это наше поле, в котором мы хорошо понимаем, наверное, лучше, чем в каком-либо другом, кроме аналитики. Ну, то есть, например, к вам студент регистрируется, что дальше? Ну, вот конкретно на этом проекте PFLU он регистрируется, и за скромные денежки, там, 100 долларов, год изучает контент. То есть, это самая простая история, просто контентный бизнес, да, в котором человек платит за обучение. На этом же ресурсе наша Олимпиада находится, и вот говоря о том, какого качества наш образовательный продукт, вот ребята, которые участвовали в нашей Олимпиаде, вот несколько награждений уже для Олимпиады, несколько сказали, что мы купили вашу программу, то есть они не связаны, да, от программы и Олимпиады. Там, увидев вашу Олимпиаду, мы стали в ней участвовать, и одновременно купили программу, стали изучать. И несколько людей, мы их не просили об этом, прямо сказали, что это для них был уникальный опыт, и они изучили по нашей программе, там, в десятки раз больше, узнали, чем они в УЗЕ, по сути, по программе с тем же названием. На сегодняшний день везде можно узнать в десятки раз больше, чем в УЗИ. Ну, это за граничное время. За граничное время. Да, и за маленькие деньги. Дорогие друзья, у нас в гостях Федор Наумов, Владислав Пантелеев, управляющие партнеры компании PFL Advisor. После новостей мы продолжим. Еще раз добрый день. Федор Наумов, Владислав Пантелеев или Владислав Пантелеев и Федор Наумов, управляющие партнеры PFL Advisor. Ребята, еще раз добрый день. Здравствуйте. Основные роли, я так понял, основные позиции в компании занимаете вы. То есть у вас существует так называемая по-простому в народе иерархия, где вы ищете кадры и все остальное, даете приказы и все остальное. У нас есть еще партнеры, то есть это люди, с которыми мы строили бизнес с самого начала, в течение пяти лет. Это близкие наши друзья и даже родственники. И в каких-то проектах, то есть мы, допустим, проект PFL Advisor, консалтинг, он, можно сказать, между нами с Федором разделен по ровну, а в остальных проектах мы... Ищете, у вас есть партнеры. Да, 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 у нас есть партнеры. И это, прежде всего, наши близкие друзья и наши родственники. То есть вы, в принципе, думаете, что вы дальше будете вместе, и все у вас будет хорошо? Ну... Хороший вопрос, ну, да. Нет, я имею в виду, когда я задал такой вопрос, не имелось в виду, что что-то между нами может произойти, то есть у вас в разделе абсолютно одинаково, то есть вы... Как часто вы можете договориться на 95% о каком-то проекте? Ну, у нас есть такое золотое правило, если... Это всего касается. Если мы... Если решение достаточно значимое, если мы оба говорим «Окей», значит, так делаем. Если кто-то один говорит «Не окей» и может это обосновать внятно, да, то мы не идем, ну, просто без соображения того, что два-две головы лучше, чем одна. То есть если один не согласился, вы не идете? Да, потому что... То есть если мы сомневаемся, мы не делаем. Да. Так и есть. Вот на сегодняшний день сколько людей у вас сработает, которые с вами там сидят? Слушай, вот недавно считал... Останем сидят 10 человек и еще несколько наших партнеров. Удаленно. Да, удаленно. И до сколько быстро вы развиваетесь? Ну, на следующий год мы думаем увеличиться как минимум в 3-4 раза. Давай так скажем. Начинали в 2008 году мы с того, что провели Олимпиаду, в которой поучаствовало 300 человек в аудитории одного московского вуза, да. Вот сейчас там 30 тысяч человек и многих из них мы даже, честно говоря, не видели вживую, потому что это все в интернете происходит. Олимпиады на какую тему? Ну, это финансы и бизнес. То есть просто Олимпиады, энное количество вопросов, да? Ну, это не просто Олимпиады. Каждый год мы придумываем... Нет, я понимаю, я имею в виду, но... Это Олимпиада с очень интересным механизмом, то есть это вообще отдельный разговор, который можно вести. Давайте поговорим. У нас очень много людей, радиослушатели слушают. Давайте поговорим конкретно, у нас осталось 9 минут конкретно о Олимпиаде. Что он отдает человеку, что человек может с этого получить? Ну, Олимпиада – это самый популярный наш проект. Я вот недавно был на презентации в высшей школе экономики. Я спросил аудиторию, кто знает проект PFL, и 7 человек из 30 подняли руки. То есть это серьезный результат. У нас в Олимпиаде участвует порядка... Федор, напомни, сколько городов? Порядка... 400 городов. 400? Российских. Весь бывший Советский Союз, и даже проскакивают периодически, даже значимо, близкие по языку, где по каким-то причинам есть русскоговорящие люди, Германия, Израиль прежде всего, да, где... Ну и бывший Советский Союз, естественно, у нас третий город по количеству участников, по-моему, Киев, да, после Москвы и Питера, это киевляне, по-моему, Минск, Казань, ну... То есть Олимпиада, это определенный набор вопросов. Так вот, об этом как раз отдельно надо говорить, да, то есть у нас Олимпиада всегда исторически строилась из трех туров. Первый тур вообще никогда не менялся, его идея. Идея это проверить интеллектуальный потенциал, то есть идея в том, чтобы дать очень большое количество задач, не самых сложных, но они все-таки с какой-то изюминкой, да, математических. Это первый тур. Логика и математика, да. Логика и математика. И кто быстрее их решает и наиболее правильно отвечает на эти вопросы, тот попадает на второй тур, то есть определенный процент. То есть идея вот этого скейла, да, как... Ну, это приблизительно как передача, это умники и умницы, да? Ну, может быть, это больше на джемат похоже, если честно. Нет, ну, тут именно чистая формула, а тут просто люди, которые попадают с одного тура в другой. Это IQ-тест, по сути. Я понял. Да, второй тур, это вот в этом году Федор Александрович Наумов. Скорим пополам. Да, да. Он придумал гениальную тему, как проверять еще человека психологически, да, и его психику, да, потому что вот в финансах часто психика, это, ну, для трейдеров. Самый важный фактор. Да, 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 и стратегическое мышление. То есть мы придумали биржевой механизм, но тоже ответы на вопрос, то есть как устроено. Сначала у тебя есть определенное количество денег. Условных. Да, условных. Ты на эти деньги как бы покупаешь себе участие в вопросе, то есть отвечаешь на вопрос, сначала простой. Ты набираешь себе денег для того, чтобы купить более сложный. То есть чем сложнее твой вопрос, тем больше денег ты зарабатываешь. Да, но нюанс еще в другом. Он в том, что все участники видят одни и те же задачи. И, например, если мы с вами увидели, что задача простая, да, и решили ее, то ее цена и ее потенциальная доходность сразу падают. И если Влад заходит после нас, он платит больше и получает меньше в случае успеха. И это все происходит в реальном времени, это вообще необыкновенная движуха. То есть это интересно, вот лично мне, я вот пять лет просмотрел в котировке, да, работая в эсет-менеджменте. И вот по захватывающести, по тому, как это захватывают, это было очень похоже. При том, что ты не просто как бы на это смотришь как пассивный участник, а на это смотришь как создатель. Это очень классно было. То есть когда тысячи людей там вот в это играют, ты как-то видишь, как кто-то зарабатывает там 10 миллиардов, то есть там видно было всех олигархов и всех среднячков, и всех слабых. Ну и психология там точно имела большое значение, потому что потом, когда мы разговаривали с ребятами, говорили, что, конечно, это депрессует, когда кто-то вдруг очень стремительно быстро становится миллиардером, а ты сидишь все на простых задачках, начинаешь спешить, ошибаешься. Ну то есть вот такой вот тест на устойчивость и на умение правильно построить стратегию. Что дают эти олимпиады этим ребятам, которые в них участвуют? Тут много срезов. Во-первых, конечно, просто в принципе в людях есть желание проявить себя и показать себя, да, даже просто ради себя, чтобы как-то утвердиться. Второе безусловный срез – это получить аргумент за то, что вот он хороший кандидат, чтобы пойти работать в хорошую компанию. И в этом смысле мы не делаем вид, что мы там сами по себе и одни. Мы каждый год стараемся максимум партнеров привлечь. То есть в этом году, например, у нас были в партнерах и ВТБ Капитал, и Банк оф Америка, Мэрил Линч, и, соответственно, и Кредит Суиз, и Росбанк, СТ-Женераль. Ну, то есть мы стараемся большие уважаемые компании пригласить партнеров. То есть эти ребята потом в принципе сами себе путем того, что вы придумали эту Олимпиаду, могут себе подбирать кадры? Соответственно, да. И имея такой штамп в резюме, более того, у многих из этих компаний есть стажировки, и мы стараемся туда тех людей, которые в наших Олимпиадах отличились, пристроить. Потом всем победителям Олимпиады, ну, топ-100 участников, мы дарим как раз обучение наше бесплатно абсолютно, чтобы люди поднарастили свои... И возможность попасть в нашу базу экспертов, и потом уже... Проявляться дальше. Да, взаимно интересно ходить. Вы, в принципе, так я понял, просто даете в первую очередь людям, что на самом деле там для меня самое значимое – это шанс. Да, так и есть. И, в принципе, шанс-то такой – хочешь бери, хочешь не бери. Да, и, кстати, тут есть еще очень важный нюанс, почему мы стараемся как раз не посадить всех в один офис, да, а вся наша бизнес-модель основана на том, чтобы привлекать человека и с ним расплатиться, естественно, за это, да. Почему? Потому что в базе как раз 400 городов, то есть там люди из городов, которые там очень далеко от Москвы, естественно, человек к вам не поедет, да. Но в то же время у него там не так много возможностей, как себя реализовать, как развиться, как заработать денег банально, да. И мы стараемся вот... В этом и смысл быть в интернете, чтобы иметь возможность там позвонить человеку из Бурятии, да, и спросить его про золото. Зачем звонить человеку в Москву и спрашивать его про золото? Хотя вот есть человек, который там учился в специализированном вузе, который все знает про то, как это золото там в Бурятии извлекают. А тогда вопрос такой. Почему PFL? PFL – это очень интересная штука, да, то есть, наверное, мы в последний раз рассказываем эту историю, потому что сейчас мы хотим придумать новую историю, то есть это своего рода уникальное, получается, возможность. Последний раз услышать, что это значит. Значило. Да, значило. Когда-то мы собрались с ребятами в аудиторию Плеханской академии, в которой как основатели, да, учились и подумали, что... Но оба сплешки. Да, мы оба сплешки, да. Ну, учились еще в других местах. Я там музыкой еще занимался профессионально. Учился еще в Канаде, в другом месте. Так вот, мы собрались в аудитории и решили... Мы это мы вдвоем. Мы вдвоем еще не... С нашими ближайшими друзьями, партнерами. Да, и решили, что должно быть профессиональное финансовое, Плехановское финансовое, да, думали клуб, ну и один человек говорит, это Илья Максименко, наш друг и партнер, будет лига. Лига. Да, и мы стали... Так сложилось, да. Да, Плехановская финансовая лига. И у нас сейчас как у Брэнсона, вот, все PFL, все, что мы делаем, везде есть. Ну, это под бренду. А чья вообще изначальная идея была? Ну, то есть обычно получается так, вот у нас тоже есть определенные идеи. У нас есть всегда там основатель идей. Вот, но у нас обычно, например, мы когда что-то придумываем, у нас там... Давайте я иронично отвечу. Ну, я просто скажу, у нас есть свой код, да, и мы знаем, что там этот человек один, вот у нас, например, там система объемная, образно, да, и там за системой стоит там парень, вот, Володя. И мы знаем одну вещь, что он основатель, мы, без нас, естественно, он бы даже никуда не двинулся. Но идея изначально там первичная его. Кто-то же из вас... Давай я иронично отвечу. А почему сразу иронично? А ну, просто, чтобы это не звучало без пафоса, с пафосом, он в то же время правду отражал. Вот Слав Сергеевич съездил в Канаду, там заразу, похоже, подхватил, и нас заразил в ноябре восьмого года. Понятно, то есть идея была привезена за границей. А мы все теперь полим, и болезнь развивается. Да, но на самом деле просто это, я бы не сказал, что тут идея не определяется вклад, но как бы идея, да, многое, может быть, решает. Ну, идея решает многое на самом деле. Да, но изначально, да, там, я поехал в Канаду, это на самом деле мне повезло, потому что я там познакомился с теми людьми, которые меня вдохновили на предложение ребятам создать такую историю, а на самом деле вклад наш в эту историю равнозначный. Равнозначный, я понял. Не, ну бывает такое, что вклад другого человека в моменте может составить 20%, а потом 80%, не имеет значения. Самое главное, чтобы у одного были паруса, у другого был корабль, а не так. Знаешь, у меня парус, как в свое время Марк Твен написал «Остров», да, когда одна половина разделились, у одних был двигатель, у других было топливо, и они начали разрывать этот кусок напополам. Короче, в конечном итоге все развалилось, все погибли. Дорогие друзья, у нас были молодые ребята из компании PFL, Пантелеев, Владислав и Федор Наумов. Если у вас есть вопросы к ребятам, обращайтесь к компании PFL Advisors. Ребята, вам огромное спасибо, вам на самом деле очень интересно было. Что-то для меня новое. Век живи, век учись, и дураком умрешь. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok